Здравствуйте! Вы смотрите Новости Верхниками. Я в студии Мария Коноплёва. И вот о чём мы расскажем вам сегодня. Комфортные дворы в Березняках стартует приём заявок на участие в программе по благоустройству дворовых территорий. На вернисаж в Березняковском музее имени Коновалова открылась бесплатная выставка лучших фотохудожников Пермского края. С Днём полиции сегодня сотрудники МВД отмечают свой профессиональный праздник. Начнём выпуск с шокирующего происшествия, которое случилось на днях. На улице в районе Оксакова мужчина ударил девушку ножом. Единственного ранения хватило, чтобы унести жизнь молодой жительнице города. В пятницу ближе к ночи у 72-го дома по проспекту Ленина тихо стоит автомобиль полиции. Как выяснится позже, где-то в этом районе хладнокровно убили молодую девушку. Дело сразу передали в Следственный комитет города. 6 ноября 2020 года в дневное время в районе домов по проспекту Ленина 35-летний житель города Березняков нанёс одно колото-резанное ранение в области поясницы 35-летней жительницы города Березняков, от которой последняя скончалась в отделении реанимации. Долго на свободе убийца гулять не получилось. Его задержали по горячим следам и арестовали сроком на два месяца. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса – умышленное причинение смерти другому человеку. По закону ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Сейчас следователям предстоит выяснить все обстоятельства дела и мотив преступления. К другим темам на борьбу с коронавирусом в Прикаме в этом году предусмотрено почти 15 миллиардов рублей. Большая часть из них – это средства федерального бюджета. На сегодня израсходовано уже более 9 миллиардов. Деньги в основном направлены в сферу здравоохранения. На выплаты врачам оснащение коечного фонда, приобретение медоборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты. Далее озвучим последние данные по распространению коронавируса. В стационаре краевой больницы имени Вагнера сейчас находятся 134 жителя Верхниками, у которых выявлен коронавирус. 531 человек сегодня изолирован на дому с подтвержденным диагнозом COVID-19. Почти 2500 человек по предписанию Роспотребнадзора находятся на карантине под наблюдением врачей. В Пермском крае за сутки выявили 196 новых случаев заражения COVID-19 и вновь очередной рекорд по количеству выявленных заражений за сутки. Общее число инфицированных в Прикамье превысило 15 350 человек. При этом выздоровели почти 10 200 пациентов, из них за сутки 145 человек. За минувшие 24 часа скончались от коронавируса 6 жителей Пермского края. Всего за весь период 443 человека умерли от COVID-19. В России число новых инфицированных за минувшие сутки увеличилось почти на 21 тысячу. Общее количество заболевших сегодня – 1 миллион 817 тысяч человек. Скончались за сутки 368 пациентов. Спасибо врачам! В Лысьве местные жители и деятели культуры решили поддержать медиков, которые, не покладая рук, работают с больными коронавирусом. Врачам подарили рисунки, сделанные своими руками, и приглашение в театр. Подробнее в материале наших пермских коллег. Мария Худеньких всерьез занимается рисованием. Тема ее очередного рисунка стал героизм – подвиг тех, кто сейчас на передовой врачей. Свое спасибо Маша выразила в картине. Сейчас они очень много в костюмах, долго ходят, около 6 часов в масках. Они очень потеют, и у них есть большой шанс заразиться этим коронавирусом. Это очень опасно для них, и они все равно рискуют жизнью, и стараются для нас. Эта картина стала одной из тех, что украсили фойе Лысвинской городской больницы. Детские рисунки – как жест поддержки, который сейчас так необходим. Также в рамках акции «Спасибо врачам» медики получили бесплатные флайеры в театре и концертные организации региона. Среди них и Лысвинский театр. «Спасибо, спасибо огромное. Время сейчас такое, сложное время. Мы просто, вот знаете, нам приятно внимание и властей, и внимание жителей, которые вот нарисовали. Они же рисовали, и родители им помогали, да, в чем-то поддерживали. И педагоги тоже поддерживали. Конечно, все вместе, наверное, мы можем побороть эту пандемию, пандемию коронавирусную. Поэтому нам это очень приятно». В Лысвинском театре драмы имени Анатолия Савина сейчас идут репетиции премьерных спектаклей. Врачей здесь очень ждут, чтобы сказать им свое художественное спасибо. «Сегодня нашу городскую поликлинику и больницу были переданы флайеры. И по этим флайерам можно посетить любые спектакли нашего театра. Мы очень рады, что и наши врачи будут иметь такую возможность посетить любые спектакли, которые будут в это время в репертуаре». Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что система здравоохранения переживает сейчас беспринцедентную нагрузку. И краевые власти со своей стороны должны помочь разгрузить медиков, где это возможно. Еще одним спасибо врачам стал подарок от краевой библиотеки имени Горького. 22 больницы Прикамья уже получили подарочные карты на получение доступа к электронному чтению книг из фонда Литрес. Мы тоже можем выразить свое спасибо. Как минимум, соблюдая элементарные правила индивидуальной защиты. Екатерина Рухтина, Владислав Рашидов, ВЕТТА, 24. Для граждан страны старше 65 лет по-прежнему сохраняется режим самоизоляции. А чтобы они могли получать медикаменты в нужных объемах и не подвергали себя риску, теперь в Березняках можно получить рецепт прямо по телефону. Чтобы выписать льготные лекарства, нужно обратиться в поликлинику, к которой вы относитесь. В медучреждении на Ломоносово-102 получить рецепт можно по телефону 20-10-18, добавочные 272. На Деменево-12 по телефону 20-10-39, добавочные 502 и 503. А жители Правобережья выписать льготный рецепт могут в поликлинике на Чернышевского, 9, по телефону 42-21-46. Во время звонка пациент должен будет обозначить врачу свою проблему. Затем врач кабинета выписывает пациенту рецепты, которые мы передаем ежедневно в аптеку. Из аптеки препараты пациент может забрать как самостоятельно, также с помощью родственников, либо социальные работники, если он имеется у пациента. В случае отсутствия таковых мы организуем доставку силами волонтеров, либо силами медицинской организации. Также получить льготные лекарства могут жители Александровска, Яйвы, поселков Карьер, Известняк и Всеволодовильвы. Телефоны, по которым можно связаться с провизорами в этих населенных пунктах, сейчас указаны на экране. После выписки рецепта забрать лекарства в аптеке можно будет уже на следующий день. В этом году в Березняках благодаря муниципальной программе формирования современной городской среды было благоустроено 28 дворов. Там уложили свежий асфальт, обустроили парковочные карманы, наладили освещение. А кое-где появились еще и детские игровые комплексы. В следующем году подобные работы продолжатся, но для этого необходимо успеть подать заявку на участие в программе. Прием заявок стартует уже 12 ноября. Продлится он до 26 ноября. Заявки о включении дворовой территории многоквартирного дома для выполнения работ по благоустройству в 2021 году принимаются от представителей заинтересованных лиц, то есть от управляющих компаний ТССЖ, ЖСК. Форма заявки размещена на сайте администрации в разделе «Инфраструктура, благоустройство, новости в сфере благоустройства». Заявки, как обычно, те же документы, что и раньше требовалось. То есть необходимо приложить проектную документацию на благоустройство дворовой территории, необходимо приложить сметную документацию для определения стоимости этих работ, ну и также протокол общего собрания собственников, в котором говорится о том, что собственники согласны принять это участие, утверждают эту проектную документацию, согласны на условия софинансирования. Какие заявки будут одобрены, станет известно уже в этом году, однако стоит уточнить, что количество дворов, которые будут отремонтированы в рамках муниципальной программы, зависит от объема финансирования. На 2021 год эта сумма составляет порядка 64 миллионов, что примерно сопоставимо с финансированием программы в текущем году. Кроме того, те заявки, которые не вошли в программу на 2020 год, будут сейчас рассматриваться в первоочередном порядке. Добавим, что заявки с прилагаемыми документами принимаются в кабинете номер 1 Управления благоустройства с 8.30 до 12 часов дня и с часу дня до 17.30. Адрес управления – улица Карла, Маркса, 50. Сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу и сразу продолжим. Не переключайтесь. Побалуйте себя перед предстоящими морозами, купите новый стильный пуховик. В этом вам поможет выставка курток в ДК имени Ленина. У поставщика в наличии большой выбор зимней одежды разных размеров и фасонов. Ничто не радует глаз, как новая покупка, которая тебе к лицу. Глаза сразу радуются, хочется крутиться перед зеркалом. Классические пуховики с мехом, куртки, дубленки, утепленное пальто – отличный вариант для наступающей холодной осени и уральской зимы. С такой и с внуками погулять, и с подругой в театр. Как раз такие есть и в ДК имени Ленина. Согласитесь, лучше прийти в одно место, где есть выбор, а не бегать по всему городу в поисках. Такой шоппинг утомляет, а здесь в ДК имени Ленина разнообразие моделей представлены в одном месте. Яркие цвета помогут выделиться и осенью, и зимой. Есть и модели нейтральных цветов для любителей сдержанных оттенков. Обилие верхней зимней одежды вы найдете в ДК имени Ленина «Центральный вход». Выставка работает 11 и 12 ноября. Елена Силакова, Новости Верхникаме. В Березняковском историко-художественном музее новое культурное событие. Там при поддержке Министерства культуры Пермского края открылась фотовыставка «Ракурс пространства-время». В художественной галерее сконцентрированы лучшие работы фотохудожников Пермского края. Евгения Кокширова одной из первых оценила творчество мастеров. Прекрасные белые лебеди на пруду «Лето у бабушки в деревне» или знаменитый Белогорский монастырь с такого ракурса, с которого его еще никто не видел. Десятки теплых атмосферных фото украсили выставочные залы нашего музея. И это не просто снимки, а произведения фотоискусства. Тут выстроена композиция, тут идет серьезная работа с цветом. То есть настоящий художник-фотограф, он подает очень интересный цвет. В черно-белой фотографии тоже важно пятно, композиция. То есть именно поэтому фотограф просто от художника тем и отличается. Выставка «Ракурс пространства-время» уже попывала в Кунгуре, Чайковске, Маханске и Лысьве. Березники – завершающая точка в фототурне. Идея собрать работы лучших фотохудожников края принадлежит директору фотодома «Перм» Дмитрию Маклыгину. В эпоху цифровизации и распространения гаджетов, конечно же, фотографии и фотошедевры любого мастера мирового уровня можно посмотреть хоть на телефоне, хоть в компьютере. Но вы, пройдясь по этой выставке, поймете, что фотография на экране компьютера или на экране телефона и в напечатанном виде висящая на стене – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. То есть восприятие у человека сильно меняется. Да она и выглядит по-другому. Что интересно, на этой выставке представлены не только современные работы, но и фотографии из 70-х, 80-х и 90-х годов. Например, вот этот снимок «Семья Маржей» сделан в 70-е годы. И вместе с ним фотограф Анатолий Зернин побеждал на международных и всесоюзных конкурсах. Настроенческая работа, не правда ли? В путешествии во времени вы можете увидеть первомайскую демонстрацию 80-х или еще молодых и бодрых ветеранов войны на праздновании Дня Победы в 90-е годы. Но эта фотовыставка бы не удалась, если б не краевая поддержка. Директор Пермского фотодома Дмитрий Маклыгин написал проект и получил грант от Министерства культуры Пермского края. Губернатор Дмитрий Махонин ранее уже заявлял, что культурные события – это важнейшая составляющая нашей жизни. Культура – важнейший инструмент экономического и социального развития общества, адаптации в кризис и подготовки к вызовам будущего. Именно с этой точки зрения мы будем формировать новую культурную политику. Посетить выставку «Ракурс пространства-время» можно бесплатно – до 29 ноября. Кстати, в рамках этого культурного события будут организованы и мастер-классы для фотографов. Подробнее о них можно узнать в Березняковском историко-художественном музее. Евгения Акашарова, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья. Березняковский историко-художественный музей наконец открывается для посетителей. Если вы зайдете туда, не забудьте поздравить его служителей с праздником. Хранилищу нашей истории сегодня исполняется 95 лет. Ровно 95 лет назад, 10 ноября 1925 года, был создан Верхнекамский окружной музей. Первоначально он размещался в Усолье. В 1929 году в музей пришел работать Иван Федорович Коновалов. Это было время большого увлечения краеведением. Летом 1931 года по инициативе Коновалова при музее был создан краеведческий поисковый отряд. В ходе проведенных экспедиций были открыты новые месторождения и собрана большая коллекция полезных ископаемых. Тяжелыми для музея стали годы Великой Отечественной войны. Сотрудники музея постоянно менялись. Многие из них ушли на фронт. После войны музей находился в крайнем запустении. Здание не отапливалось, помещение промерзло и отсырело. Картины, развешанные по стенам, зимой покрывались инием. Само здание музея, Строгановские палаты, оказалось в аварийном состоянии. В 1954 году музей переезжает в Березняки. В 1995 году ему присвоено имя Ивана Федоровича Коновалова. Сейчас музей может гордиться своей исторической экспозицией, которая охватывает период с древнейших времен до 90-х годов XX века, и художественной галереей. Она постоянно радует нас выставками работ местных и пермских художников. Коллектив нашего канала присоединяется к поздравлениям и желает музею и его сотрудникам творческих успехов и новых открытий. И еще об одном праздничном событии. Сегодня в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Историю праздника можно отчитывать с 1962 года, когда в СССР появился День советской милиции. Дату определили не просто так. Именно 10 ноября, буквально через три дня после социалистической революции, в 1917 году было подписано постановление о создании рабочей милиции. На сегодняшний день в задачи полиции входит охрана общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений и розыск совершивших их людей, борьба с терроризмом, экстремизмом и распространением наркотиков, контроль за оборотом оружия, а также обеспечение безопасности дорожного движения. Сегодня в Перми в честь праздника на заседании краевого правительства произошло значимое событие. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил начальнику Березняковского отдела МВД Олегу Мизину ключи от нового отделения полиции в жилкомплексе «Любимов». Совсем скоро сотрудники полиции Усольского микрорайона переедут в обновленные помещения и, будем надеяться, порядка в «Любимове» станет больше. Ну а сегодня начальник Березняковской полиции выступил с поздравительной речью. Поздравляю коллег, сотрудников отдела ветеранов с профессиональным праздником Днем сотрудника Органа внутренних дел Российской Федерации. Выражаю благодарность сотрудникам отдела за службу, за укрепление законности и правопорядка. Особую признательность заслуживают ветераны в деле профессиональной подготовки, воспитания и личного состава. Ваши знания и опыт бесценны. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и душевного равновесия. А теперь новость для сладкоежек и мясных гурманов. Березняки вновь приехали гости из Казахстана и Белоруссии с огромным ассортиментом конфет и мясных деликатесов. От такого разнообразия сладостей разбегаются глаза. Хочется все попробовать и унести домой. Тем более, когда у каждой конфетки свой необычный вкус. Так, например, плотник Вася может оказаться со вкусом сыра маскарпоне или ликера Беллис, а конфеты укус женщины со вкусом ромовой вишни. Но не только шоколадные сладости можно встретить на выставке. Прилавки полны и любимыми всеми карамельками, птичьим молоком, мармеладом на пектине, а также печеньем и пряниками. Мы представляем кондитерские изделия производства Казахстан. Две ведущие фабрики – это Алма-Атар-Ахат и Кустанай-Баян-Сулу. У нас в наличии более 150 видов конфет, также большой ассортимент шоколада. Горький шоколад 80-70%. А тех, кто предпочитает натуральные сладости, на выставке ждут самые разные сорта меда. Янтарное лакомство было собрано в Краснодарском крае и Республике Башкатарстан. Очень богатые и хорошие сорта меда у нас идут. Мед с пергой – это весь комплекс витамин, все микро- и макроэлементы. Также у нас есть мед – липы, акации, черноклен. Черноклен полезен. Он очищает стены сосудов, эндокринная система и хорошо нормализует давление. А настоящих мясоедов на выставке ждут белорусские колбасы. Богатый ассортимент сыровяленой и копченой продукции не оставит равнодушным ни одного покупателя. А гурманы оценят на выставке настоящее белорусское сало из Гомельской области. Мы представляем новинку – это поленица, сыровяленое мясо. Мы представляем сыровяленую оленину. Также колбаса от бабульки. Но это еще у нас она называется тыканая пальцем. Также новинка – это ветчина, называется, но это мясо сыровяленое, шикарное, которое выдерживается, когда готовится 45 суток. Купить мясные деликатесы к столу из сладостей к чаю можно уже сейчас. Выставка продажи товаров из Белоруссии и Казахстана уже ждет своих покупателей в ДК имени Ленина и пробудет в Березниках до 14 ноября включительно. Кристина Придеина, Новости Верхниками. Это были главные новости Верхниками. Смотрите нас в ВКонтакте, на канале Верхниками ТВ и в аналоговом эфире канала ТНТ. С вами была Мария Коноплева. Всего доброго и будьте здоровы! Спонсор прогноза погоды – компания «Кудесник». Качественные стальные и межкомнатные двери от компании «Кудесник» – это надежность, тишина и стильная индивидуальность вашего дома. Работают пять салонов, двери, окна «Кудесник». Спонсор прогноза погоды – клиника «Медсимедлайф» в Перми. Лечение возрастной катаракты глаз, операция одного дня. Клиника «Медсимедлайф», город Пермь, улица газеты «Звезда» 13, телефон 205-5013. 11 ноября на территории Верхниками осиноптики прогнозируют облачную погоду, пройдет снег. В Александровске – минус 5 градусов. В Кизеле – минус 6 градусов. В Соликамске также минус 6 градусов. В Березниках в среду температура воздуха ночью – минус 4 градуса. В дневные часы – минус 5. Атмосферное давление – 742 миллиметра артутного столба. Ветер северо-западный – 3-4 метра в секунду. 11 ноября – солнечная активность низкая, геомагнитное поле спокойное. Что ты рисуешь? Двери дома. Правильно, дом начинается с дверей. А наш – с дверей «Аргус». Сейф «Двери Аргус». Высший класс по шумоизоляции и прочности. Взломостойкие замки. Тихо и безопасно в вашем доме. «Двери Аргус». Только в салонах «Кудесник». Лечение катаракты – важная процедура. Выбирайте компетентных врачей и комфортные условия лечения для своих родителей. В клинике МИДСИ на газете «Звезда-13». Звоните 205-50-13. МИДСИ. Медицина компетенций.